Всем доброе утречко! Сейчас 11 утра, начало 12-го, и я, как обычно, как будто бы каждый день после марафона 24 часа такая сонная. Но нет, сегодня у нас не 24 часа, но всё равно марафон. И я решила снять марафон такой, который называется, по-моему, 3 на 3, или 3 дня чтения, кто его знает. Но, в общем, я буду читать 3 дня. И вообще, изначально целью этого марафона было прочитать 3 книги за 3 дня, то есть книгу в день. И я так и собираюсь делать, но у меня... Я выкладывала опрос тут на ютубе о том, что я очень хочу прочитать «Дом в котором». Это 3 книги. Я ничего не... Ну, как бы, не меняю в правилах, потому что они объединены под одной обложкой. Но, тем не менее, я всё равно решила спросить у вас, может быть, вам вообще было бы неинтересно. Но нет, 57% голосов проголосовало за «Дом в котором» в этом марафоне. И, если честно, я безумно счастлива, потому что эту книгу мне советовала прочитать Женя. Я от него очень много чего хорошего о ней слышала. Только из-за него, кстати, я её купила. Не знаю, сколько бы я за неё ещё не бралась. Поэтому я сначала пойду сделаю себе кофе, попью чего-нибудь перекусить, и потом расскажу уже вам о сюжете этой книги и ещё, наверное, немножечко побольше о планах о своих. Пока поставила завариваться свой кофе, покажу вам эту прелять. Вот такая толстенная книжечка. Здесь я не хочу проспойлерить ничего, посмотрю сейчас в конце сколько страниц. Где-нибудь вот здесь вот. 960 страничек. Не обращайте мою руку, она в краске для волос, поэтому с какими-то чёрными пятнами. 960 страничек. И здесь три книги. Они были изданы в трёх изданиях разных, но объединены вот в такой вот красоте. Есть ещё и другое издание, но с иллюстрациями. Это без просто книжечка. Вот у меня уже первая закладочка на книге первой. И вторая закладочка на окончании первой книги. По-моему, там подальше она где-то была. Вот, да, книга вторая, это страница 287. Вот эта книга. Вот её я обязана прочитать за сегодня. 287 страничек. А ещё посмотрите на эту закладку. Она мне пришла по посткроссингу из Америки. Вот я рассказывала уже, что я часто переписываюсь именно с американцами, чтобы они прислали какие-нибудь штучки. Я им взамен присылаю. И вот один человек мне прислал вот такую открыточку. Она с книжной ярмарки в Винчестере. Просто посмотрите, какая атмосферная. Она уже такая американская, с Индрюшвитом. И то, что это с книжной ярмарки. И вот даже показано, где она проводилась. Вот, поэтому мне так захотелось её использовать. Даже я променяла свою открытку из «Звезда родилась». Ну, ненадолго, на время, вот на эту открыточку. Итак, здесь нам рассказывается о доме. Это вроде бы обычный дом, который стоит посередине города, на какой-то улице. Но в то же время, вроде бы, это интернат. Я не знаю, как он выглядит, но будем читать. Мне, кстати, вот этот вопрос очень интересует, что это за дом такой. Дом или это учреждение, или обычный жилой дом, неизвестно. И это, на самом деле, интернат сам по себе. И там живут дети с какими-то физическими отклонениями, с физическими недостатками. В общем, это инвалиды. Кто-то слепой, кто-то там ходить не может. Я примерно просто всё это знаю. И вот они всё время живут в этом доме. Их туда привозят родители или опекуны. И они там находятся. У них свой социум абсолютно. У них свои какие-то общины, свои кланы, если можно так сказать. Абсолютно своё общество. Там есть воспитатели, о которых, я знаю, будет рассказано не так много. В общем, в основном здесь всё будет говориться о самих воспитанниках. И у них разные клички. Там есть курильщик, слепой. По-моему, имена даже сами не называются. А только вот их, так сказать, клички. Если это можно так сказать. Хотя мне само слово не нравится. И, в принципе, это всё, что нужно знать. Потому что дальше идёт просто их общение, их жизнь. С какими-то своими символами, своими принципами. Какими-то своими кооперациями. В общем, всё это действительно должно быть классно. Но я знаю, что называют этот роман очень психологическим, очень философским. Что там много подтекстов различных между строк нужно читать. Прямо очень интересно. И я считаю, что три дня на прочтение это здорово. Я и так бы это читала за три дня, не больше, я уверена. Потому что ненавижу серии растягивать на несколько недель. Между ними читать, между книгами что-то. Поэтому будет вот такой вот марафончик по одной книге в день. И давайте поскорее приступать. Потому что, не знаю, как вам мне просто не терпится. Музыка. 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 Пару страничек прошло. Написано так великолепно, что я не ожидала. Я, если вы не знаете, отношусь достаточно скептически к русским книгам. Я не люблю атмосферу русских книг. Мне не нравится просто атмосфера, как это все описано. Тут каждым словом можно наслаждаться. Что угодно. Я сейчас что-нибудь попробую прочитать, но это прекрасно. О таких вещах они могли говорить часами. Ужасаясь, содрогаясь, с горящими от возбуждения глазами, как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи, и пускающие при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых рубашках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушечи физиономии, изъеденные ядом. И вот продолжение. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каждого в отдельности. И очень много всего. Пятнадцатая страница. Вы понимаете, просто... Я серьезно. Пятнадцатая страница. Вот, это же рукой ударился, никто показал вроде. Я уже влюблена. Как так можно все описать прекрасно? Боже мой, смотрите. Наш главный... Нашего... Ну, не главного героя, а, возможно, главного курильщика, с кого начинается повествование, вызывают к директору. И у директора стоят фотографии выпускников школы, этого интерната. Ну, как я уже сказала, они все инвалиды. И он рассказывает то, что на столе у директора стояли фотографии этих выпускников бывших. И он их описывает. Если честно, фотографии кладбищ было бы веселее рассматривать. Учитывая специфику школы, хотя бы одну такую следовало повесить рядом с остальными. У меня тут благодаря Жене прекрасное дополнение к кофе. Так что чтение еще будет приятнее. Так чудесно. Просто вообще... Я не знаю, понимаете, тут... Даже если бы просто не было сюжета, если бы автор просто описывал жизнь этого дома... Ну, пока сюжета еще и немного, это только 22 странички, но просто если бы не описывала... Просто дом, столы, это все было бы прекрасно. Потому что она чудесно пишет, просто очень чудесно. И с юмором... Ну, знаете, юмор такой... Не то, что черный, но абсолютно просто такой... Наполненный скептицизмом каким-то, негативом, но умным негативом. Класс! Итак, я уже тут потихонечку встаю, разминаюсь, потому что за столом сидеть уже тяжело. Я прочитала 89 страничек. Это практически треть первого тома. У меня впечатления с самого начала книги такие потрясающие. Первым делом хочу сказать, что здесь речь идет о доме в настоящем времени. И иногда рассказывают некоторые главы это в флешбеке. И вот в настоящем, если флешбек это просто интересно для истории, то в настоящем главы идут от лица курильщика рассказано. И какой он классный! Не то, что сам герой какой-то супер такой интересный. Нет, он интересный, но его чувство юмора, как он рассуждает, как он рассказывает обо всем. Это потрясающий юмор. Написано великолепно. Я просто готова цитировать все подряд. Я, правда, забыла стикеры все. Приходится вон загибать. Листики. Пока просто идет история о том, на какие группы поделены. Там ученики, как это сказать. Воспитанники этого интерната. Какие там группы, какие там люди. Они все очень разные. Естественно, то условия их жизни, их особенности, они на них влияют. Ну, конечно, есть главные, есть подчиненные. Но знаете, во всех этих героях есть какая-то изюминка. Все персонажи такие живые. С первых страниц очень живые, даже по малейшему описанию. Никаких клишированных персонажей нету. Очень они мне все нравятся. И несмотря на то, что клишированных нету, но во всех них есть какая-то особенность. И больше всех мне нравится пока Шакал. Он такой классный, у него юмор шикарный просто. И вот я все время, все моменты, которые с ним бывают, происходят в книге. Мне все ужасно интересно читать. И Лорд еще очень классный. Но он такой необычный. Но Шакал это просто любовь-любовь. Так что сейчас уже, кстати, два часа. Читаю действительно достаточно медленно. Но я стараюсь вчитываться вообще во все предложения. Все подробно читать. Пойду сделаю Жене кофе. Пойду его будить и дальше читать. Я пришла тебя будить. И принесла тебе кофе. В итоге я очень сонная. Потому что этот человек нагоняет сон. Так что я продолжаю читать. На самом деле это просто прелесть. Но здесь есть флешбек. Есть обычная текстная. В настоящее время, как я уже сказала. Но в настоящее время гораздо интереснее. Но сейчас будет флешбек. Я буду осиливать. На самом деле это, ну, не осиливание. Мне очень интересно читать. Нет, только не это. Пойду читать. Сейчас уже где-то без 15.5, да? Я не знаю. Мы вышли на улицу, потому что мои заказики пришли в магазин. Книжечки, естественно. И мы поняли, что нужно все забрать сегодня. Один заказ, точнее срок, истекает сегодня хранение. Остальные просто заберем. Заодно это будут книжные покупки. Отлично. И выпьем кофе. Господи, как я хочу кофе. А мне еще на работу сегодня. Да, Женя на работу. Я вот его подняла. И... Тарат? Почему? Что ты не отдыхаешь дома. Я буду в аваляции еще часа два. Да. И ничего не сделать. Но мы идем за книжками. Это же важнее, кот. Ну да, наверное. Это важнее. Снимаем, как она идет. Я это не вставлю. Вставишь? Я буду молчать. У тебя это классная. Взяли. У меня молочный коктейль с попкорном. А у тебя капучинка тоже с попкорном? Да. Попкорный вкусный. Ну, с сиропом. Сиропчик очень сильно чувствуется. И вот мы направляемся вот туда, под этой дорожки. И там уже будет магазин скоро. Итак, мы вышли из магазинчика. Но мы вышли только с одним заказом. Потому что два остальных там не дошли. Но мы забрали одну книжечку. И это... Так, я подарю тебе крылья. Книга вторая. Потому что я прочитала уже... Вы видели у меня в инстаграме, наверное, я ее покупала. Первую книгу я ее уже прочитала. И она мне очень понравилась. Там она закончилась на самом важном моменте. И вторая книжечка пришла. Вот, я очень рада. И тут тоже моя любимая обложка. И мое любимое оформление. В общем, просто книжечка «Любовь». Вот, если бы я сейчас не читала о доме, в котором я бы ее сразу уже и начала. Но буду потом. Они... Книга прелесть просто. Прям не могу. Мне хочется ее трогать. А еще мы купили на завтра билеты на экранизацию «Головоломка Телье». Пойдем в 10 вечера. Не знаю, как там высидеть. Она по-другому называется, скажем. «Играя или умри» называется, да. Фильм, кстати, у нас завтра премьера. Места вообще свободны. Все были в зале. Мне кажется, никто вообще не понимает, что это за фильм. И он идет поздно. Да, и только в 10 вечера. Ну, посмотрим. Но мы сходим, да. Да, обязательно, конечно. Будем критиковать, как же у автора. Ну, все было классно. Поэтому пойдем по идее сейчас. А я, кстати, «Головоломку» не читал. Да. А, кстати, ты же не читал. То есть я не смогу критиковать. Я буду критиковать. Да. Хотя я уже не помню. Критики собрались. Так что пойдем поедим. И все. Женю отправлю потом на работу. Поеду домой. А «Головоломка» там была игра или что-то в этом роде. И компанию засунули в дом то ли куда. Или нет. Я тебе потом расскажу. Я так наугад. Итак, я уже вещаю из дома. Вещаю я. Кстати, не с пустыми руками. Это очень странно. Но моя книжечка, и я уже в ней прочитала, даже пока мы с Женей сидели и ели. Прочитала в ней чуть-чуть, конечно, совсем. Но 16 страниц. Я просто... Вот. Это вторая книга. Я подарю тебе крылья. Просто обратите внимание на оформление. И покажу вам первую сейчас. Вот. Какие это классные издания. Я просто в восторге. Я счастлива, что мне вторую сегодня привезли. Я думала, она будет число 16 мая. Но ее привезли раньше. Боже, какая это прелесть. Здесь рассказывается о девушке. Немножко отклонение от нашего марафона, которая работает бортпроводницей. Вот только окончила школу, ее распределяют на самолет ее мечты. И ей попадается такой очень конфликтный капитан. Она обязана там приносить ему кофе. Все время с ним контактировать при всех перелетах. Они-то все время вместе. И, знаете, тут даже дело не в любовной линии, которая меня, в принципе, тоже не напрягает. Она очень приятная, милая и так далее. Ну, атмосфера самолетов. Я так люблю самолеты. А здесь сплошные самолеты. Они постоянно летают. Постоянно у них рейсы, другие страны. Но здесь не про другие страны, а именно вот про рейсы. Про сами самолеты. Как там он ими управляет. Как она... Вообще, все как на борту происходит. И это прекрасно. Если вы летите в путешествие, возьмите просто сразу эти две книги и читайте мгновенно. Поэтому я не смогла не открыть вторую часть и не начать читать. Но все-таки лирические отступления. Меня ждет дальше дом, в котором... В котором сейчас скажу, сколько я прочитала. Так, где моя закладочка? Закладочка. На 102-й страничке только. То есть я вот совсем чуть-чуть. Но у нас весь вечер впереди. Но сегодня у меня планы прочитать все-таки побольше. Первый том, конечно, закончить. Но начать второй. Потому что завтра у нас Жене столько дел с самого утра. Я встаю в 7 утра. И до самого вечера у нас дела. Поэтому пойду дальше что-нибудь сделать. Я кому-то чаечек. Кушать, кстати, не буду. Потому что мы так наелись. Просто ужас. Женя уехал, кстати, уже на работу. Да, сейчас уже 7 вечера. Поэтому буду я читать, пить чаек и наслаждаться книжечкой. А я вот пришла на кухню и решила сделать себе салатик. Если я сейчас без 10 и 9. Будет это моим ужином. Я прочитала, кстати, совсем немного. Я все еще на 170-й страничке скажу читается не быстро. Но не потому, что там скучно или тяжело. Нет. Потому что вчитываться приходится абсолютно во все. Во все фразы. Я даже возвращаясь к предыдущим. Вот отмеченным моим страничкам. В общем, рассматриваю, читаю, о каких героях идет речь. Потому что это очень интересно. Это очень важно. Потому что герои действительно все важны. Все интересные, необычные, шикарно прописанные. Мне прямо так хочется проникнуть атмосферой. Вот прям до крайности, чтобы все прочувствовать. Все мелочи. Поэтому я стараюсь прямо растягивать удовольствие. Я сегодня, конечно, дочитаю. Однозначно. Это мне осталось 120 страничек. Вот. По идее, в идеале, это, конечно, 2 часа займет. Но не буду торопиться. Итак, у меня тут, извиняюсь за освещение, ничего, наверное, не видно. Но мне очень лень софтбокс нести на кухню. У меня тут помидоры, огурцы, руккола, моцарелла, оливковое масло, оливки и соя с перцем. Просто все очень просто. Но я обожаю, я обожаю рукколу. Ну, естественно, прекрасная прелесть. Какое счастье, нормальное освещение. Все, я тут на месте с кружечкой кефира. Меня Женя очень ругает, что я из этой кружки пью, потому что он потом моет чашку, и из нее очень неудобно. Но ничего не могу с его поделать, мне она нравится. Итак, сейчас, чтобы не разлить ничего. Я прочитала страничек, сейчас 20, поэтому даже нет смысла ничего особенного рассказывать. Осталось 100 страниц до конца первой книги, до конца первого тома. Сейчас 9.20. Я продолжаю. Я тут лежу, читаю уже 10 часов. Я только на 209-й страничке. Я так хочу спать, я такая сонная, просто. Я сейчас прикрыла глаза, и знаете, такое ощущение, когда начинаешь проваливаться куда-то. Вот я начала проваливаться в сон. Но нет. Я бы, конечно, могла быть нормальным человеком и лечить, дочитать завтра утром, но я такое не люблю делать, поэтому осталось 80 страничек, ровно 80. И я их дочитаю. Это 100%. Но я сегодня просыпала 64, а завтра еще рано вставать, и я такая вся уже бе. Ну ничего. Так я уже во всем домашнем, без макияжа. Спать уже меньше хочу, потому что, наверное, встала, походила, хоть и мылась, но чувствую, что сейчас все вернется. Я так и не смогла. Почему я вот решила уже вообще лечь? Потому что я так и не смогла нормально продолжить чтение. Мне интересно. Мне нереально интересно, что происходит. Мне очень нравится читать, но сон клонит сразу же, поэтому я так решила немножечко вызвать. Бодриться. Кстати, вспомнила, что мне завтра на некоторые процедуры не надо, поэтому я могу встать не в 7, а где-то в без 15.8. Кстати, это уже огромное счастье. Уже 45 минут лишних. А еще мне, смотрите, какой у меня классный браслетик есть. Вот. Если видно. Здесь написано «люблю читать». Не уверена, что сейчас хоть что-то видно, но неважно. Вот, поэтому буду продолжать. Все, энергия появилась. Я пошла. И всем доброй ночи. Я какая-то совсем лохматая уже. Ну да, я уже лежу абы как. Так, но сейчас 12 часов 20 минут ночи, уже следующий день, да. И я дочитала первую книгу «Дом в котором». Сейчас мы тут найдем, где это все, чтобы продемонстрировать. Да, вот я уже на 291-й страничке открыла. Это уже начало второго тома. Мария Петросян пишет великолепно. Я в восторге от ее речевых оборотов. Я в восторге от того, как она строит предложения, какие у нее диалоги, какие мысли она вкладывает в голову героев. И знаете, эти мысли она транслирует через героев не как просто пустые мысли взрослого человека, вот автора, через героев. Нет. Это действительно верить, что это мысли каждого персонажа. Во-первых, их очень много. Их просто невозможно сосчитать и в прошлом, и в настоящем. И каждому из этих героев автор дает свой характер, свою личность, свое прошлое, свое будущее, настоящее, свою речь, свои манеры. И знаете, уже в этой книге видна такая необычная связь, которая не видна сразу же между прошлым и настоящим. И у меня развилась фобия. Мне кажется, что я могу чего-то не уловить. Я могу, например, связь между героями в прошлом и в настоящем, чтобы так не спойлерить, она еще не показана именно ярко только в некоторых моментах. Но я начинаю понимать уже некоторые моменты, как они связаны, как прошлое связано с настоящим. И это так скрыто, но в то же время очевидно. Здорово. И я боюсь здесь, что есть что-то очевидное, а я что-то не уловила. Мне так страшно, но я представляю, как это все может связаться, как некоторые герои могут связаться с настоящим. И когда вот начинаются, знаете, первые моменты, когда ты начинаешь понимать, какая же ты дура, Лера, это же вот, вот оно. Поэтому вот после этого становится о прошлом флешбеке читать интереснее. Единственное, что я очень легко относилась к тому, что 300 страниц в день прочитать действительно очень легко. Это элементарно, но не в этом случае. Я не думала, что буду так серьезно вчитываться, вдумываться, разбирать, анализировать. Видите, у меня здесь вон сколько. Вот здесь вот сверху у меня стикеры. Это стикеры, которым я возвращаюсь к списку героев, когда хочу понять, кто есть кто в прошлом, чтобы, ну, когда упоминаю, это понимать. А здесь вот стикеры, это какие-то очень крутые цитаты. Вот. Поэтому всего полно, эмоций много. Так что завтра я встаю где-то без 15.08 утра, иду по своим делам и читаю уже, конечно, больше, ответственнее, потому что теперь понимаю, что ожидать. Но, тем не менее, идет уже легче, потому что к героям привыкаешь. Каждый раз вот к ссылочкам этим не обращаешься, уже начинаешь привыкать, запоминать, кто есть кто. Но догадок у меня очень много. Прям не могу отойти. Думаю об этой книге. Но, все, пора прекращать думать. Надо ложиться спать. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok